Привет, девчоночки! У меня сегодня для вас целых шесть тушей. Для обсуждения я сделала даже примеры с ними, то есть примеры я накрасила, это сняла вам на камеру, как смотрится каждая из этих тушей на ресницах. Снимала я достаточно близко, может быть для более объективного мнения нужно было бы снять и полную картину, но это было слишком, потому что я на один глаз всего лишь наносила по туши. И так снимала, иначе я бы просто не успела слишком много возни. И так получилось много возни, у меня глаза сейчас очень раздражены, они не любят, когда их очень много треплет. Итак, шесть бюджетных тушей, некоторые из этих тушей пойдут после этого обзора на помойку, потому что они уже состарились, с другими я еще буду пользоваться. И давайте я начну с первой туши, которую я взяла, это та, которой я сейчас начала пользоваться, только она новая, но у Essence она совершенно не новая, это их довольно-таки старая коллекция Essence I Love Extreme. Эта тушь увеличивающая вам объем. Что я могу сказать, сейчас вам покажу кисточку. Кисточка силиконовая, ворсинки у нее мелкие. Мне нравятся такие ворсинки, они очень хорошо вам расправляют реснички. И чем-то эффект этой туши мне напоминает эффект Catrice от Couture, Rock Couture, да, который называется, мне очень нравится. Когда я наносила туши на ресницы, я никак их не подкручивала, я хотела посмотреть, вот как, какие будут эффекты, если вы просто в два слоя нанесете ту или иную тушь. Эффект, который сделала мне эта тушь, мне очень понравилась. Она очень бюджетная, в районе либо 3,50, она стоит либо 3,95, это я вам цену говорю, в евро. Очень бюджетная тушь, она стоит своих денег, я считаю, что она шикарная. И туши от Essence, они не быстро сохнут, у них нет раздражения на глазах после использования этих тушей. Вот эту тушь я вам могу рекомендовать. Очень хороший такой эффект каждый день. Не могу сказать, что прямо эффект естественных ресниц, нет. Все-таки два слоя уже дают действительно объем, но не экстремальный какой-то объем. Не могу сказать, что да, у вас будет прям пучок такой ресниц на глазах. Эффект накладных ресниц тут нет. Но все равно мне очень нравится. Следующая тушь, про которую я хочу поговорить, это тушь от Kiko. Я ее купила уже на распродаже. Это тушь, обещающая просто невероятное удлинение. Сейчас я вам покажу кисточку. Ну и кисточка меня сначала очень поразила. Как видите, она вот такая вот, у нее чередование идет длинных ворсинок. Не могу сказать, что эффект этой туши меня поразил. Я поняла, что они хотели, какой эффект они хотели вызвать на ресницах. Но для этой туши нужны более густые ресницы, более частые ресницы. Потому что она должна была делать именно вот этот вот, как вам сказать, пучкообразное, такое пучкообразное волнами ресниц. Вот я не знаю, как вам объяснить. Эффект такой на моих, на редких ресницах. Он был дурацкий. Такое ощущение, что у меня были где-то накладные, нарощенные ресницы, и они где-то уже отпали. Короче, очень некрасиво смотрелось это. Вот если у вас редкие ресницы, то вот такую кисточку я вам не буду рекомендовать. Хорошо, что в некоторых стендах можно увидеть еще кисточки у Maybelline, например, или у L'Oreal, у Kiko. Вот у этих нельзя было посмотреть, что за кисточки. Но вот такую кисточку исключительно для густых ресниц, для редких нет. Это no-go просто не очень красиво смотрелось это на моих ресницах. Следующая тушь, это тушь от L'Oreal, Feline, если я правильно читаю. Volume Million Lashes. Очень прикольная тушь. Сейчас я вам покажу кисточку. Вот такая вот кисточка. Она делает очень красивый эффект, мне понравился. Она не делает экстремного объема, нет. Но она расправляет вам реснички и удлиняет их у внешнего уголка глаза. И делает их там очень такими густыми и пушистыми. Единственное, что мне понравилась цена, по которой я ее покупала. Я покупала ее уже с 80 или 70 процентов скидка. То есть за 3,5 евро, по-моему, она стоила. А так они у нас стоят более 10 евро, по-моему, 15 евро. Я считаю, что цена, конечно, очень завышенная. То есть можно такого же эффекта у бюджетных туш, у бюджетных, у Essence или Catrice. Я не находила в тушах вот такого эффекта. Но вот эта туш мне понравилась. Потому что эффект был очень красивый. Такой немножечко накладных ресниц был эффект. И очень красивый. Вы потом увидите в видео, как оно смотрелось. Такой голливудский немножечко эффект был. Как будто, знаете, отдельно накладывались отдельные волоски на внешний уголок глаза. Вот идет, конечно, больше такой, как это сказать, больше идет внимание. Внимание идет на внешний уголок глаза. И за счет этого, конечно, у вас глаз увеличивается. То есть если у вас маленький глаз, то туш вам будет за счет вот этих пучков на кончиках уголка глаза, она будет вам увеличивать глаз. Если вы еще продлите немножечко карандашом или тенями стрелки, то будет очень красивый эффект. Тушь, это опять же тушь от L'Oreal, Mega Volume Miss Manko. И сейчас я вам покажу кисточку. Что делает вот эта тушь с вашими ресницами? Можно ее как на редкие, так и на густые ресницы. Она их делает, дает объем именно пучками немножечко. Она делает вам ресницы чуть-чуть торчащие в разные стороны. И вот какая кисточка, сейчас я вам покажу. Вот как кисточка, видите, она... Ну, не везде у нее одинаковый ворс, а как будто его порезали. Вот такие же ресницы она и делает, как будто вам... Как же называется этот эффект? Знаете, когда ножницами берут и чуть-чуть вам челку, например, прорежают. И вот такое ощущение, такой, как куста. Я не знаю, правильно ли я выражаюсь. Но вот действительно ощущение такого вьющихся ресниц немножечко. Ну, опять же-таки, вы посмотрите на видео и поймете, что я имею в виду. Следующая тушь, это бюджетная тушь от Essence опять. Essence у нас Volume Stylist, 18 часов, и она должна подкручивать и держать реснички. Да, она действительно их подкручивает, это могу вам сказать. Точно. Это относительно, кстати, новая тушь, новинка. Ну, как новинка, в прошлом году она вышла, да, в конце зимы. Она подкручивает реснички, как я уже сказала. Она создает объем не слишком прямо сильный, я бы сказала. Но для бюджетной туши эффект мне очень нравится. Единственное, что мне долгое время не нравилось, это тушь, это то, что вначале она прямо несколько недель невозможно было ей накраситься, не измазав себе неподвижное веко вверху, да. Косточку постоянно у меня приходилось подтирать что-то. Это, конечно, меня очень нервировало, потому что в основном хочется иметь тушь, которая накрасилась, которая ничего не подправляет, ты сразу идешь, куда тебе надо. То есть экономишь время. Вот это, конечно, меня раздражало. Докупать я ее не буду. Другие я дам предпочтение другим тушам от Essence и Catrice. Следующая тушь, о которой мы с вами поговорим, это вот такая вот тушь Lash Princess. Она тоже у Essence совсем не новинка. Она любимая очень многими блогерами. Когда вы будете смотреть эффект, который он создал, эта тушь создала мне на ресничках, делайте ей скидку по той простой причине, что она уже начала подсыхать. То есть я ее собираюсь выбрасывать. Я сделала где-то три слоя ею, и она создала такие, раньше говорили, паучьи глазки. Вот немножечко такой эффект. То есть она мне склеила где-то ресницы, и вообще-то в жизни я бы, наверное, я бы взяла вот эту вот кисточку, и я бы их распутала немножко. Но я именно хотела вам показать, какой эффект, если вы торопитесь и красите ресницы без всяких вспомогательных средств. На густых ресницах, наверное, знаете, все туши, которые я вам покажу, на густых ресницах они будут делать немного другой эффект, чем у меня. То есть они, у вас там будет ярко выраженный эффект, который задуман был производителем. На редких ресницах же все туши смотрятся, ну, довольно так скромненько, я бы сказала. Про эту тушь буду ли я ее докупать или нет, я еще не решила. Я подумаю. В принципе, мне нравилось ее пользоваться. Она не мазала мне веки, все было нормально. Единственное, что вот иногда приходилось подправлять, если где-то она что-то склеивала. Производитель сам обещает эффект накладных ресниц. Вы знаете, эффект накладных ресниц действительно был. Был у туши, вот этого туши от L'Oreal, был действительно эффект таких накладных ресниц. Здесь я не могу сказать, что действительно он есть, особенно на редких ресницах. Нет, я бы так не сказала. То есть будет видно, что это ваши ресницы. Наверное, это все, что я вам хотела сказать про эти туши. Всего вам хорошего и до следующего видео. До свидания.